Как Вы сказали насчет стика? Вот мое личное мнение, я считаю, что у нас как-то это все, вот этот вот волшебный стик всякий, что это как-то все переоценивано, честно говоря. Ну, конечно, в определенной ситуации он лишним не будет. И дополнительно рыбу эта кучка ароматная привлекает, и крючок она защищает, то есть можно там перебросить место ловли, чуть-чуть подтянуть, не боясь, что там какой-то мусор на крючок зацепится. В этом плане да, но есть и много минусов, то есть особенно там, когда ветер, особенно когда надо на дальние дистанции ловить, особенно когда надо точно очень забрасывать, все это снижает возможности дополнительной парусности. К тому же, я считаю, что в летнее время, когда рыба уже имеет высокую активность и кормится много, и много питается, вот этих стиков это явно недостаточно. То есть я не часто, скажу так, не часто их использую при ловле на чистом дне активной рыбы летом, когда массированная прикормка, и проще там оснастки точнее забросить по периметру, чтобы... Да, их же лучше выделять стиками. Ну, я имею в виду, на основном основном. Нет, вы знаете, я вот просто сразу скажу, я в прикормочном пятно стараюсь вообще никого не нанести. Нет, даже по краям пятно скажи. А по краям, нет, по краям, ну, во-первых, можно выделить другими способами, да, там и снеговик приподнять, и в дипе замачивать, там, не знаю, тесто внутрь засунуть какое-то там, вот. Вот, но здесь у насадки в этой ситуации уже дополнительное значительное преимущество, потому что она лежит на подходе к прикормке. То есть, как правило, вот, ну, какой-то сектор закармливается, да, но я буду говорить наоборот все. То есть, вот, здесь берег с вашей стороны, вот, какое-то пятно прикормки, как правило, я располагаю водилище сбоку и за прикормочным пятно, то есть, на путях максимально вероятного подхода рыбы. Уже этим они выделяются. Ну, и меньше конкуренция создаётся среди прикормок. А когда рыбы довольно много, такое-то уже случалось, редко, но случалось, крупный, вдруг приходит, то, кстати говоря, интересная была практика ловить в санцентре. То есть, когда рыба входит в раж кормовой, и у неё сильная конкуренция создаёт за счёт натуры большого количества средних и крупных особей, она, наоборот, клюёт в лучшую цену. Ну, вот, это и снова. Ну, это редко случается. Ну, что касается стика, то есть, я говорю про ограничения какие-то, да, это дальняя сточность, ветер, не дай бог, там, боковые, это всё сложно, там, дождь пошёл, это вообще проблема. То есть, как выделение, лучше самое лучшее, лучше ничего не придумать, кроме стика? А что лучше может придумать? Нет, я не спорю, что он дополнительное какое-то привлечение создаёт. Я говорю, что есть, ну, зачастую приходится ловить таких условий, когда его использование, ну, скажем так, не совсем оправдывает. Понимаете? Можно поподробнее об этих условиях? Вот, я только что рассказывал, то есть, это ловля активной рыбы на подходе к прикормничному обедну, там, где, ну, высока вероятность, что на насадку она, в первую очередь, обратит внимание на подход. И с учётом условий дополнительных. Потом, здесь же вопрос ещё, каким образом этот стик насаживает, да? У нас очень часто, вот, ну, самое распространённое, то есть, конфет наделал, кучу, и самое распространённое – это перед забросом на крючок. Раз, там, да, погрузил эту конфету и забрасываешь. Вот в такой ситуации очень часто съезжает при ударе от воду, во-первых, этот стик очень часто отрывается. То есть, вы думаете, что он там, а он уже лов. Да, потом, часто очень что происходит, что при заглублении оснастки съезжает трубка. То есть, при наличии стика, вот эта резиново-силиконовая трубочка, она съезжает, и эффективность зацепка трубочка теряется. Ну, то есть, здесь надо как-то пытаться этих ситуаций избежать. Или заранее готовить другой поводок, там, допустим, надевать вдоль, ну, протыкать насквозь, и чтобы она однозначно не соскочила при ударе от воду, там, или использовать крючки, ну, как это по-английски называется, «bowl back», там, не с силиконовым трубочкой на целье, а с кольцом, да? Ну, то есть, она съехала, стала опять. То есть, при всасывании насадки всё равно кольцо поднимется. Да. Рабочий. Ну, я говорю, сам, вот, в летний период активный, ну, так уж часто эти стики. Да. Да. Да.